32 тысячи километров на двух колесах. Чувашский путешественник Никита Васильев на велосипеде проехал через страны Средней Азии, пересек Сибирь и Дальний Восток, побывал в Китае, Камбодже, Монголии и Сколесе Алтай. По пути домой велосипедист рассказал о своем путешествии. Сейчас я нахожусь в Большом Восточном Кочеве, как я его назвал. То есть не путешествие даже, а Кочеве, потому что оно длинное, у меня получается зимовками, заездами в более теплые страны. Сейчас я в дороге уже 22 месяц и проехал 32 тысячи километров за это время. Сейчас я в Новосибирске. Ох, все, асфальт начался. Теперь можно спускаться спокойно. Вещи есть, но просто они самые необходимые. Все-таки не нужно брать много вещей в дорогу. Вот, например, сейчас, да, она мне как такая парадная одежда. Есть, естественно, спортивная, но чтобы тоже можно было погулять. Цага, ну, 70 километров. Маршрут составляю примерно за 500 километров, то есть я не знаю точно, какой дорогой поеду. Дорог бывает много. Еще меня угостили вот этими штучками. Только я так и не понял, что это такое. Интернета нет, чтобы пробить их. Он верно служит мне, не подводит, слава богу. Ну, как ты относишься к технике, так и она к тебе относится. То есть надо вкладывать душу в нее. Проехал на них уже почти 4 тысячи километров, и это первый прокол сейчас. И на кладбище ночевал в палатке, то есть и в туннеле автомобильном. Всякое было такое. Ну, в туннеле запомнилось, вот в Китае. Там много туннелей в горах, вот в Тибетском Нагоре. Вот ночевал там. Все, поставил палатку. Место вроде тихое. Надеюсь, ночью тут техника не наедет. Сейчас у меня вот появилась напарница, я решил путешествовать с напарницей. Немножко один так, ну, подустал ездить. Все-таки, как говорится, счастье есть тогда, когда есть с кем его разделить. Я просто работала на радио и написала про него новостной сюжет. Захотелось тоже рвануть, как-то вырваться из города и что-то новое начать. В итоге как-то переписывались, списались и захотелось тоже поехать и поехали. Я не люблю никогда загадывать. Я думаю, ну, вообще, как моя жизненная такая позиция, что не нужно загадывать. Ну, можно мечтать, знать, что примерно будет, чувствовать, но загадывать, как что будет, потому что множество, может быть, обстоятельств разных, которые как-то повернут тебя в другую сторону. Спасибо за то, что смотрите Новосибирские новости. Если вы хотите оперативно получать информацию, подписывайтесь на наш канал. Ссылка внизу. А здесь мы разместили для вас интересное и полезное видео. Приятного просмотра.